Да На цепную реакцию не подавал никому заявку Я же вижу прекрасно, куда вы подали заявку Вы общались, я вижу, что уже непосредственно с брокерской компании от межбанковского сектора Ваш менеджер была Марина А, так вы из той компании? Я не из той компании, я из межбанковского сектора Компаний у нас очень много, в зависимости от банка А как вас зовут? У меня зовут Максим Гавриленко Максим, я вас слушаю, Максим Да, я бы хотел уточнить у вас, я так понимаю, что вы не приступили к работе, вам что-то не подошло в формате Честно, Максим, я не пойму, я только что разговаривал с какой-то сумасшедшей Ну, я понял, что она не является, ну, она является какой-то мошенничкой Ну вот, звоните вы Вот, вот, и у вас есть какая-то связь с той сумасшедшей девушкой или что? Во-первых, ну, мошенничества здесь никакого нет, вы работаете и общаетесь с брокером Брокер это построение между банками и рынком А если, допустим, какой-то менеджер вам, ну, допустим, не подошло, подождите, я же сейчас даже говорю Да подождите, молодой человек, дайте мне сказать Давайте я спрошу, хорошо? Я задаю вопросы, хорошо? Вы же звоните предложить мне какие-то услуги, да? Вы что-то хотите предложить? Я бы, я здесь, когда ко мне клиент обратился Я к вам не обращался, я не обращался Я оставлял заявку Молодой человек, успокойтесь, и нервничайте Я оставлял заявку Это будет плохо к вашему здоровью потом Это вам будет плохо к здоровью Вы ко мне пришли, начинаете мне сейчас кричать Я к вам не приходил, вы мне позвонили Я поставлю тогда на автонабор несколько раз Это будет автонабор круглыми сутками, пока молодой человек не помолчит Отлично, ставьте автонабор, пожалуйста, ставьте Потом к вашим родственникам обратимся Отлично, отлично Отлично будет, когда вы будете запоете о том, что вы нам Еще раз, когда заявку отправите Еще раз отправлю И я и тысяча, тысяча, триста человек отправить Я бы не рада мне рассказать Я бы не уважен все равно, кто там что отправит Хорошо, мы все закончили Так вы понимаете еще раз Да ради бога Еще раз, и завтра, и через пять минут Отвлекать специалистов Хорошо, буду отвлекать Значит, наверное, у человека с головой не в порядке Не знаю, это у вас не в порядке Я говорю, с головой не в порядке Я задаю вопрос Может, вы остановитесь? Мы продолжим разговор или нет? Мы продолжим разговор? Продолжение разговора могло бы быть только тогда, когда я понимаю, зачем человек ко мне сюда пришел Так вы мне позвонили, Максим Вы мне позвонили Потому что вы ко мне заявку отправили Логично Я не оставлял мне заявку На цепную реакцию Я не оставлял заявку Чейнсистем Вы отправили заявку Мне здесь А, чейнсистем Так вы скажите, что вы чейнсистем Я уже разговаривал с какой-то девушкой Она сказала Понимаю Что я там кто-то, что-то Я уже не помню разговор Я понял, что вы не чейнсистем Вы просто шарашкина контора Звонит еще один Максим Вы Я задаю вопрос А вы хотя бы смотрите на лейкод Или хотя бы Вы в данном случае начинаете говорить о том Что это мошеннические действия какие-то Которые вам набирают При этом на лейкод юридических лиц Вы не заходите То есть аргументы По факту Значит тогда уже не подтверждают Вы зайдите на лейкод юридических лиц Пробейте А что такое лейкод? Что такое лейкод? Лейкод это единственный способ Который можно проверить Любую Подождите Давайте я вам объясню Вы мне задаете вопрос Я пытаюсь вам объяснить Да, 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 я слушаю Давайте как-то уважительнее Общаться друг с другом Либо тогда Я не буду с вами нянчивать Давайте Разговорите Ничего страшного Я с вами нянчу Слушаю вас Ваш вот этот вот бред Не маленький мальчик, да? Я не расслышал Еще Ну говорите Я еще раз повторю Лейкод юридических лиц Это непосредственно идет Юридические лица Всех мировых компаний Страховые компании Банки Брокеры Находятся в одном списке лейкода На данном этапе Я как бы удивлен То что вы не знаете о лейкоде Я знаю прекрасно Что такое лейкод Если бы вы знали Что такое лейкод Вы пробили бы компанию И не задавали мне глупых вопросов Любую компанию Можно пробить по лейкоду Только по лейкоду Только по лейкоду Максим В любую компанию Проверяется только так Максим Я слушал вас Не надо меня учить Которые Я слушал вас Я слушал вас Я молчал То что вы говорили За лейкод Теперь можно я Да Вы послушаете меня Пожалуйста Не перебивайте Да конечно Если вы будете перебивать Просто разговор дальше не пойдет Я понимаю Кто вы будете Смотрите Лейкод В лейкоде Это реестр юридических лиц Но Он показывает все юридические лица Но Опять же Он Если компания существует Также Есть вид деятельности Если у вас есть лицензия На брокерскую деятельность Туда вопросов нет Если у вас ее нету Лейкод Это просто реестр юридических лиц Вы сами сказали Что там есть и брокеры И различные эти самые К чему вы подводите Лейкод К вашей компании Я просто не пойму Отвечу на этот вопрос С удовольствием Во-первых Реестр юридических лиц Это показывает Активность компании Работает ли она Имеет ли право работать И в какие сроки Она может закрываться В течение полугода-год У брокеров Не лицензия А регулятор существует А лицензия нет У банки есть лицензия Нет Брокер существует Регулятор Пробедите Что такое регулятор У брокера Вы сами это должны Понимать Это может быть даже Сайкс из брокера Это от Кипра Может быть брокер У всех только есть регулятор Лицензия Существует только у банка А у брокера Регулятор 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 Это называется То, что непосредственно Идет по законодательству Определенной страны Хорошо Давайте посмотрим законодательство Согласно какого законодательства вы осуществляете деятельность на своей территории? Кстати, где вы работаете? Законодательство в Великобритании. Какой закон регламентирует вашу деятельность? И где написано, что для брокера не нужна лицензия? Всемирная организация... Ну видите, проблема в том, что вы не знаете, что у брокера нет лицензии, а есть регулятор. Я работаю на Кипре уже полтора года. Да, я рад за вас. Извините меня о том, что есть лицензия, это смешно. Да вы большой специалист. Ну вы скажите, согласно... Я специалист, потому что я торгую с брокера Монтайдом. На основании какого закона, скажите, вы осуществляете деятельность в Великобритании? Я изучу этот закон... В Великобритании, при котором я имею право выходить на рынок... Ну скажите, название закона, скажите. Название закона скажите, пожалуйста, Великобритании. Вот в России это федеральный закон о рынке оценки бумаг. Да, вот как в России федеральный закон о рынке... Который выходит на фондовый рынок, дает определенный регламент, регулятор позволяет выходить на рынок. Назадите, пожалуйста, не в воду лейте мне, пожалуйста, а название закона. Закон какой? Вы понимаете, что брокер, у него есть закон идет, который работает исключительно... Да подождите, не перебивайте. Вы просите меня не перебивать, дайте мне сказать. Да. Брокер, когда работает, он работает по определенной законодательности, договоренности, это которая существует регламент, при которых он имеет право выходить на рынок Российской Федерации, либо на рынок Евросоюза. И закон определенный какого-то, определенного у брокера, его не будет. И говорить мне о том, что он есть, это просто смешная тема, глупая просто тема. Это вы глупости мне говорите. Если вы на данном случае не разбираете... Ну, глупости мне человек говорит, который есть лицензия у брокера. Послушайте, лицензия за брокера вам в 10 раз уже... Ну, послушайте людей, бейте в интернете. Что именно бить? Бейте в интернете, существует лицензия в данном случае... Ну, 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 говорите, продолжайте. Я уже сказал. Существует лицензия для брокера или что? Что мне бить? Я же уже сказал, вы мне 5 раз задаете один и тот же глупый вопрос. Ну, 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 что, что, что? Смотрите, каждая деятельность должна регламентироваться каким-то законом. И что? И что? Каким законом вы сказали, что... Вы можете заткнуться, пожалуйста, я задаю вопрос. В данном случае, потому что вы вот так со мной общаетесь и мне вот это нукаете и тыкаете, блин. И вы мне говорите заткнуться, я точно так же пользуюсь вашими репликами. А вы точно какой-то... Удобно, удобно общаться. Вы точно какой-то брокерской компанией работаете? Вы точно работаете? А по регламенту у меня нет определенных, блин, правил, где я должен как-то по скрипту общаться. А, вы против. Послушай, молодой человек, я не банк. А кто вы? И мне говорить о том, что... А что такое, бомбит, дружище, да? Бомбит или что? Ты мошенник, ты гребаный, мошонка, ну что вы? Ну, и что, и что? Ну, мошонка ты. Ну, ну, и что? Ну, и что? Ну, блин, оботрись, оботрись, пожалуйста. И что? А чего вы так делаете? Ты ребенок просто. Ты ведете себя как маленькая девочка. Ты 18 лет и штокаешь. Ну, что? Ну, что? И что мы о чем говорим? Извините, вы сами себя копируете. Я повторил в вашей реприке, ну, 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 и что? Да здесь просто дебил, просто напросто. И все. Я понимаю, что вы плачете. Вам сейчас очень плохо, потому что вы не разбираетесь. Брокера нету лицензии и работает только по понятиям, да? По беспределам, да? Если вы на данном этапе еще до сих пор аттракированы, то вам нужно хотя бы поучиться. А чему? А ну, а что вы можете научить? Где вы учились? В Лондоне, наверное, да? Хотя бы научиться, хотя бы читать хотя бы, что такое брокер и что такое трейдер. А что такое, кстати, а что такое брокер, скажите? Это человек, да? Ваша коллега сказала, что это человек. Я не знаю. Брокер – это посредник между банком и рынком. Так это человек или не человек? Или юридическое лицо? По-разному, в зависимости, как клиент называют. Что вы говорите? Да, это зависимости так или не называют. Да у вас просто свой мир. Вы свой мир придумали, беззаконие какое-то там, что лицензии нету. Вы сами сказали… Это человек, который сам приходит и начинает рассказывать. Я не прикажу. Это же сам в данном случае все компании. Послушай, я любезничать с тобой не буду. Я любезничать с тобой не буду. Да, со мной не надо любезничать. Ты можешь любезничать с твоей женой только. А со мной не надо любезничать. Ты не лезь в чужие трусики, пожалуйста. Ты за свои отвечай. Ну, ничего, я свои полезу. Да, ну полезь, полезь. По ночам, по ночам ручкой подергай вверх-вниз в трусиках твоих. Можешь в данном случае передать это своим родственникам, которые… А при чем тут родственники? Ты отвечай за себя, пожалуйста. Что ты лезешь в чужие жену, дети и семью? Молодец. Дедушки, дедушки, дедушки. Хорошо, отличился. Ну, смотри, Тимур, давай я сделаю по-другому для тебя очень хороший подарок. Да. Я отправлю твою, даю анкетку во все бинарные опционы. Да, на автодозвон, пожалуйста. На автодозвон, пожалуйста. А то, блин, я скучаю целыми днями, серьезно. И ты будешь сам материть каждого. Ты же сам будешь себе портить настроение. Ты знаешь, что 80 компаний бинарных опционов, ты просто надоед тебе. Ну, ты всем передашь лоховозкам, да? Таким как ты. Да, это и лохотрон будет. Да, это и лохотрон будет. Это будет бинарка. Это будет лохотрончик, да? Это будет все, что угодно. На что отправить, может, любой человек, даже ты, отправить любого человека заявку на бинары, при которой это будет перепродовать. Но я жду, я жду, дружище, я жду, я жду. Ты уверен, что ты готов? Конечно, я готов. Я готов, 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 готов. Договорились. А состав там заявку, там, что там? Номер по прозвону. Да, да, да. Только проблема в том, что это ты сейчас так поешь. Это ты сейчас так поешь, хотя в главном случае плакал недавно как девочка, о том, как твою реплику копируют. Да, ну, 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 а еще дальше? Тебя бомбит, я смотрю, вообще, я, блин. Я плакал как девочка. Нет, поверь, меня не бомбит, ведь я спокойно сообщаюсь. А что, 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 а заявка у меня здесь на определенное время рассчитано? Ну, хорошо. У меня есть возможность проговорить еще тут 3 часа, 2 часа. О, давай, давай, давай еще поговорим. Что ты же скажешь? Поэтому... Так все-таки брокер это человек или не человек? Я просто вот... Я тебе уже ответил на этот вопрос. Я уже живу, только... Глупо мне просто отвечать его по 2-3 раза. Так ты не ответил, это или человек, или не человек. Ты вот так вот ответил. Я же тебе ответил уже. Ну, как ты ответил мне? Ну, как это? Зачем 5 раз задавать один и тот же вопрос, когда я тебе ответил? Так что я ответил вообще, знаешь, ты не ответил на вопрос. Просто ты не ответил. Я ответил на вопрос. Ты промычал, промычал, что... Я понимаю, что имя твое, это только в шаурмичном бизнесе только проходит. В каком? Тимур, в каком бизнесе? Ну, видишь и слышишь меня очень хорошо. Ну, потому что у вас такие полиции в телефонии. Я понимаю, что, Тимур, у тебя имя такое специфическое. Одна разница просто в том, что, когда я отвечаю на этот вопрос, ты все равно как-то делаешь вид, что ты его не слышишь, и делаешь ну-ну-ну, и что, и что, ну-ну-ну, при котором тебя сам забомбило от того, что я это говорю, ведь ты перешел на оскорбление. Ну. Видишь, ну, то есть показатель человека, сущности, при которых ты зарабатываешь, я вижу. Ну, я так понимаю, что ты не родился в той стране, где... А ну, что ты видишь? А ты приехал для заработка, работа... У тебя, ну, о кем ты работаешь, подскажи. Ты, типа, делаешь вид, что ты охрененно меня знаешь, что у тебя есть какие-то счета, там, что там заикался. Ты скажешь, что это мой номер нерабочий. Я абсолютно не по барабану, что ты будешь там не звонить. Это не мой рабочий номер. Я делаю вид, что я тебя знаю. Я тебя абсолютно не знаю. Как я могу делать вид? Ну, ты же, вспомни разговор. Вспомни разговор, что ты там говорил, что мы пробьем твои счета, какие-то карточки, твоих родственников, что-то там бувал. Я всирался, капец. Ну, 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 и что? И что? Тебе что, там троит или что? Я пользуюсь твоим методом, тебе это нравится. Ну, ну, и что? Ну, и что? Еще раз ты скажи, еще раз скажи, и что? Ну, и что? Еще раз. Ну, еще раз. Что я там говорю? Ну, скажи, ну, и что? Ну, скажи, ну, и что? Я уже сказал. А родственники? Да. А родственникам там любого можно найти по твоим родственникам. Ты что, считаешь, что нельзя обратиться даже в коллекторскую базу, при которой по твоим родственникам где-то, где оставляют телефоны? Обратись, обратись. Больше сказать, что нереально? Обратись. Обратись по этому телефону, коллекторам, кому-то там еще будешь обращаться. И что? Ну. Ну, я жду от тебя обращения, автотозвонные, вот эти все твои угрозы там. Ну, я жду, блин. Ой, я... Когда я положу руку, она начнется прозвон, во-первых, это начнется по ночам и по утрам. А, то есть начнется по ночам и по утрам. А, то есть начнется по ночам и по утрам. А, хорошо. Это тебе решать. Это твои решения. У меня, я ж сказал, у меня есть час-два на то, чтобы линия продолжилась. Ну, у меня тоже. Это очень просто, поэтому я просто тяну резину, я просто тяну резину. А ты на нее ведешься, дурачок, видишь? О, хорошо. И что я дальше? Расскажи о деятельности, там, брокерской, если я хоть послушаю твои там сказки. Ну, зайди в интернет, почитай. Ну, ты ж позвонил мне, что ты хочешь предложить, расскажи мне, пожалуйста. Ну, ты ж заявку отправил, я звонил. Ну, я жду. Я жду твои предложения. Я слушаю. Мое предложение уже было озвучено. Ну, ты не озвучил предложение. Я озвучил предложение. Какое? Ну, так послушай его еще раз, хорошо. Ты сказал, что ты цепная реакция. Ты позвонил за какую-то защиту, за какую-то дурочку, которая перед собой позвонила. Она сказала, что брокер это человек. За какую-то дурочку? А ты умный? Марина какая-то, по-моему. А ты умный? Ой, жопу рвешь, да? Ой, блин, я не знаю. Жопу рву за кого? За девочку свою, которая перед тобой позвонила. Нет. А что? Ты пытаешься провоцировать, однако поверь, сам тебе делаешь хуже. Сам тебе делаешь хуже. Ну, я жду. Я жду твоей войны там, да. Ну, ты же такой мужчина, но при этом девушку оскорбляешь. Не важно, кем она работает, не важно, кто она, сколько ей лет. Она мошенница, она объявывает старых людей. Тимур, а ты кто? Каждому на так название. Ты человек, который сбежал просто-напросто с другой стороны, живешь сейчас в другой стране, при которой ты никому не нужен. Да ты обо мне ничего не знаешь. Никому не нужен. Это твое предположение, это твой мир, понимаешь? Твой мир. Говоришь жена. Так подойди, жене, скажи, что ты дурочка, жена. Это не твое дело вообще. Кому я должен подойти? Пойди и спрыгни, прыгни с девятого этажа. Что ты мне указываешь, что мне делать? Ты своим детям передай это, чтобы они прыгнули с девятого этажа. Вот тебе нужно это сделать, потому что придет время, где ты захочешь сам это сделать, ты сам захочешь сделать. Но ты не сможешь это сделать, понимаешь? Ну-ну, и что? Еще расскажи, и что? И что? Еще расскажи. Еще, еще, еще скажи. Я тебе ответил. Я тебя задрочу просто. Ты думаешь, ты позвонил, думаешь, разъебешь меня? Это, блядь, я такой толстошкурый, что тебе, блядь, ну, не по зубам я, понимаешь? Нет, я тебя не пытаюсь, как ты сказал, разъебать. Ну так отчет, это сих пор, со мной разъебаешь. Я пытаюсь просто потянуть время. Я же тебе ответил на вопрос. У меня время, это мои деньги. Чем больше ты со мной на линии проговоришь, тем больше мне платят. А мне, как бы, по приколу с тобой просто-напросто общаться. Да? Ну, хорошо. Разговаривай дальше. Что ты скажешь дальше? Я слушаю тебя дальше, дальнейшие шаги. Ну, рассказывай, что ты там хочешь. Ну, говори, ну что, ты позвонил мне. Я буду молчать или что, или ты будешь говорить, я не пойму. Я не молчу, я отвечаю на свои вопросы, отвечаю на все. Рассказывай что-нибудь еще там. Я уже все рассказал, я же решение за тобой. Так я сказал, что давайте автодозвон мне. Смотри, свой прикол. Вот этот вот, да, переправь. А еще раз что? Автодозвон вот этот, который ты мне говорил. Ну, я же сказал, он будет поставлен, как только я, как только связь прервется, или ты трубку, или я положу. Так положи трубку. Зачем? Мне ж платят за то, что ты со мной на линии. А ты знаешь, смотри, смотри. Вот смотри, я постараюсь рассказать тебе такую одну историю, а ты меня послушай. Понятно, что ты будешь сейчас еще... Я тебе внимательно буду слушать, и чем дольше ты ее расскажешь, тем лучше будет. Давай. Да. Вот ты в курсе, вот как твоего начальника, фамилия, или там как зовут вообще? Мне просто, ну... Не важно. Ну, вот просто скажи. Ну, ты же брокерская компания. Ну, я же тебе сказал, не важно. Не важно. Вот ты в курсе, что он тебя конкретно не уважает? Да, в курсе. Если вы делаете отгон каждый раз, вы даже не знаете, с кем вы будете связываться. То есть оно идет как-то там автоматом. И каждый попадает на меня, и каждую коллегу твою, там, Марину, там, Оксану, там... И до сих пор ты не понимаешь, что всем все равно. Ведь тебя потом отправляют, просто-напросто перепродают твой номер, и всем все равно. Мне все равно. Коллеги, как говорится, Марине все равно. Ведь никто... Это только вспомнит о тебе как о приколе. О человеке, которые прикольно провели время и вспомнили о том, что существуют такие дурачки, которые оставляют заявку, которым делать нечего. Под именем Тимон. И сам это прекрасно понимаешь, что те люди, которые, как я, работают, им все равно, как и мне. Меня не может бомбить от того, что я общаюсь с людьми из 300 звонков, 300 общений клиентам только за один день. Это как привычка. Это все равно знать, что ты сам, по сути, тратишь время, а я получаю деньги с этого. Я тебе, по сути, прямо говорю, так как оно есть. Какая бы компания не была, всем все равно. Поэтому провокации о том, что я порчу все нервы с тобой, нет. Я, как бы, по несколько долларов получаю от того, что ты только с одной на линии сидишь. Причем не с твоего кармана, да. А от того, что идет подложительный звонок. Поэтому, как бы, правда в том, что, на самом деле, ты прав в том, что, да, ну, ты сможешь понять, допустим, где лохотрон, а где не лохотрон. А вот неправда в том, что ты никому нервы не портишь, и всем все равно, потому что отправляют тебе в общую базу незаинтересованных клиентов, перепродают свой номер, и дальше другие компании звонят. И они не будут расстроены от того, что ты не кинешь какие-то свои деньги. Как и я не буду расстроен. Просто смотри, Максим, хорошо, просто смотри, Максим, ну, вот понимаешь, вот эта твоя работа, ну, я, ну, я, ну, я, как бы, ты поверь, что я сейчас спокоен вообще абсолютно. То есть, мы веду нормальный, размеренный разговор с тобой. Вот, получается, вот ты сейчас со мной поговоришь, да, и тебе, как бы, там, надо будет звонить каким-то какому-то следующему дебилу, понимаешь? Он тебя будет тоже хуизотить. Ну, дебил, который зарегистрируется, да. Да, и получается, ты целый день на звонках сидишь, якобы ты брокер, в кавычках, ну, брокерская компания. На самом деле это просто развод, ну, блядь, ну, ладно. Вот, и каждый последующий тебя хуизотит. И, ладно, смотри, если бы начальник был нормальный, услышал бы разговор, что Тимур тебя хуизотит, он бы нахуй удалил бы меня. Так нет, он кидает вас опять в эту говно, ты, как знаешь, жук навозный в говне плаваешь, и ты должен опять мне звонить, и якобы что-то доказывать, что ты брокерская компания. Ну, ты подумай сам, ты подумай сам. Почему доказывать? Существуют скрипты, при которых человек просто читает, а потом просто под конец он просто с удовольствием обрабатывает сидит возражения, твои, да, там, грубо говоря. И по факту ты говоришь о директоре, да тут каждый менеджер обрабатывает больше, чем ты в пять раз. И говорите о поводу этих людей, но в смысле, ведь они могут позволить себе купить прям сегодня, сходить в прекрасный ресторан со своей женой, не сидеть дома, заниматься заявками. И они могут спокойно ездить, отдыхать в свою страну, а не жить, работать. Поэтому, как бы, разница... Хорошо, а в какой ты стране сидишь? Ты говоришь о людях... В какой ты стране находишься? В какую? В Лондоне? В Кипре я сижу. А, на Кипре, да. А какой на Кипре язык вообще, ну, вообще? Ну, ты понимаешь, Максим, я сейчас... Ну, русский, английский, киприотский, турецкий. Угу. Ты понимаешь, что, блядь, это проверить, что ты сидишь не на Кипре, ну, это вообще... Проверь, проверить, ты не сможешь мне ничего доказать, потому что я живу... Я сейчас нахожусь в городе Лимасол, и при этом я прекрасно могу тебе назвать, где я живу даже. Адрес проживания. Какая там машина стоит, и сколько там даже банально, я не знаю. Можешь любой ресторан назвать, тебе отвечу. А на Телеграм место приложения свое можешь отправить, где ты сидишь? Ну, я не пользуюсь Телеграмом. Ну, конечно, блин. Ну, хорошо, другие приложения... Какого такого, но я не пользуюсь Телеграмом. Да, ну, блин, ну, хорошо, установи Телеграм и отправи, пожалуйста, на это. Это же самое, что если бы я пользовался сейчас ВКонтактом, ну, то есть, который никто уже не пользует. А, так а ваши коллеги вообще... И одноклассниками. Вообще, вообще, ваши коллеги предлагают установить Скайп. Скайп вообще, он умер, блин, я не знаю, кто на нем сидит, блин. Скайп? ICQ, не знаю, может. Все по Скайпу работают. Да ну, блин, я не знаю. Ну, для кого он умер? Для тебя? Или для кого он умер? Кто скажет о том, что Скайп нынче умер? Да, умер он, реально. Ну, это поиск, а ты? Ну, это для тебя. Да, многие... Весь мир пользуется Скайпом, он создан в итоге, он растет, а ты говоришь, что он умер, потому что ты так сказал. Да нет, ну, при чем здесь? У меня сколько товарищей в телефонной книге, я связываюсь, я уже не помню, когда я по Скайпу вообще разговариваю. А кем товарищи твои работают? Кем твои товарищи работают? А где еще они работают? А что ты еще хочешь обо мне узнать? Ты на кипе сидишь, так что тебе как бы не должно волновать, что какие товарищи... Нет, мне просто интересно, кем товарищи работают, которые говорят, что Скайп не аквариум? Ну, они работают брокерами. Брокерами работают, да. Я понял, брокерами работают. Ну, я думаю, если они работают брокерами, значит, они регистрацию бы не отправлялись, так сказать. У них специальность брокер, то есть они ходили, учились, в институт брокер. Какой у них регулятор? У них Црофер. Центр регулирования отношений на финансовых рынках. Црофер. Знаешь такой? Нет, не знаю. Да ладно, знаешь. Не знаю, у меня есть один регулятор, который я торгуешься. Лей? Сайксис. Сайксис. А, Сайксис, я слышал за такой. Да, это киприотский регулятор. Ну да, который продает лицензии. Он не продает лицензии, вот давай хоть и нормального брокера не оскорбляй. Это нормальный брокер, при котором все клиенты... Это брокер или регулятор? Ты сам, ты путаешь меня. Регулятор? Это регулятор. Ну ты сказал, Сайсек. Сайсек это брокер. Глобал маркетс это брокер. Глобал маркетс это брокер. Сайсек это регулятор. Поэтому говорить о том, что они продают лицензии, ну лицензии, пускай будет лицензии. Только продавать, извините меня, там где вывод средоступен и минимальные депозиции, которые клиент может инвестировать, это 1000 или 5000 евро при профессиональном счете с маржинальным плечом 1,20. Ну извините, ну по-моему тогда уже тут с этим тогда не надо спорить со мной. А сколько ты, ну, опыта сколько у тебя лет? Ну сколько ты работаешь, торгуешь там, не знаю, сколько времени? Два года. Работаю я в одном месте, торгую я в другом месте. А как ты получил, какая у тебя виза на Кипре? Ну как ты вообще там оказался? Рабочая, рабочая. Рабочая? Приехал с России, предложили работать. Я прошел тестирование. И ты попал на брокерскую компанию? Я просто живу в Чехии. Если я делаю... Я просто живу в Чехии, я не знаю. Да, да, да. Я слушаю. Если я делаю капитал в размере хотя бы 13% в зависимости от объема в рынке, тогда да, могут предложить работу. Все очень просто, любому могут предложить, и тебе могут предложить работу, если у тебя есть нормальный капитал. Полный бред. Ты в курсе, что, смотри, как вообще... Ну давай, извините, будешь хотя бы тут говорить бред. Но если я тебе уже открыто говорю... Я живу в другой стране, я знаю какие правила в разных странах. Нет, вопрос, почему ты говоришь, что это бред? Как легализироваться в какой-то другой стране? Ты иди первый раз, наконец, первый раз открыто решил пообщаться, ты мне в мою сторону пледешь своим бредом, говоришь. Нет, ну хорошо. Это же самое, если я буду говорить, у тебя не зовут Тимур, и ты работаешь бомжом на улице. Меня не зовут Тимур, кстати, откровенно говорю, и меня не Тимур зовут. И телефон мой, который ты собираешься бомбить, это он тоже не мой, он не рабочий, это просто, знаешь, как красная тряпка для быка. Понимаешь? Так что я жду, я жду, блин. Ну, говорите о том, что это брокер, это фуфло, ну, не надо, не нужно говорить. Ну, хорошо, давай, давай так, значит... Ты не прав, и ты пытаешься... Хорошо. Я же тебя уже не оскорбляю. Я тебя тоже не оскорбляю. Давай так, значит, давай ровно будем разговаривать. Вот ты мне сейчас кинешь все реквизиты, документы твоей компании, я в течение... Ты же все равно тебе по барабану, сколько ты на линии будешь сидеть. Я сейчас не то, что докажу, я сейчас выясню, что ты... Твоя компания, которая не относится к тебе вообще никак. Я просто... Твоя компания так ко мне никак не относится. А компания Global Markets Sites относится ко мне. Только я торгую вообще просто как трейдер там, а не как брокер. Или как, я не знаю, я просто как инвестор там работаю. Но не с клиентом, а сам как клиент. Еще раз повторю. Понял, наконец? Я тебе обещаю. Ты просто трейдер, да? Ты просто трейдер. То, с чего я... Я, ну да, трейдер. Но я как клиент, как и ты, как клиент, только вообще в другом компании, при которых я не звоню. А мне звонят и помогают мне работать. Так, а ты же... Это я говорю про ту компанию, на Кипре, которая... Тут я работаю по другой специфике, по другой компании. На кого ты работаешь? На кого ты вот сейчас работаешь? На хороших людей. Ну, на какую компанию? ABC System вот этот, который, да? ABC System, да. А можно скинуть полное название? Зачем? Зачем ее скидывать? Ведь ты уже все понял, как она работает. Я же тебе сказал, мы ровно поговорим, я докажу, что ты не относишься вообще никак, и твоя компания вообще никак не относится к тебе. Эта компания... В смысле, как... Давай так, в каком смысле она не относится ко мне? Ну, ты звонишь от лица ABC System, правильно? Или нет? Да, от лица ABC System, да. То есть ты там работаешь? Кем, ну... Работаю как менеджер, да. Аккаунт-менеджер, да? То есть ты призываешь людей вступить в ваши ряды инвесторов, правильно? Трейдеров. Ну, типа того, да. Вот. Скинь мне, пожалуйста, сайт ABC System и... Зачем? Так, а смысл? Какой я буду... Ну, потому что ты не относишься к этой системе, она, скорее всего, не существует. Лэй, это реестр, это не брокерская лицензия, не брокерский регулятор, это просто... Хорошо, Дед, хорошо, я тебе скину, я тебе больше скажу, я тебе сам... Максим, я тебе не договорил последние три слова. Да, да, конечно. Лэй, это то же самое, что РУСПРОФАЙЛ. Это просто база всех компаний, которые этот самый... И многие лохоброкерские мошенники ссылаются на Лэй, так как якобы это лицензия, что финансовые операции переходят. Да, я не спорю, там как-то есть лэй-код, код, который определяет юридическое лицо, ну, транзакции вот эти. Но к брокерским и работы с ценами бумаги и лицензии, ну, хотя ты лицензия говорил, что брокеру не нужна, это полный бред, есть закон, который регулирует брокерскую деятельность. Как называется закон? Так я у тебя спрошу в Англии, я же не в Англии живу, а в Великобритании... Я тебе ответил. Второй вопрос, а как Кипр относится к Англии, какое отношение? Великобритания в 19-м или 20-м году вышла из Евросоюза, то есть Кипр и Великобритания, это два разных государства. Какие юрисдикции, какие рычаги есть между ними? Та компания Великобритании и Кипр, я совершенно Кипр. Торгую я с другой компанией, которая по закону Великобритании, у нее есть регулятор, есть брокер, да, грубо говоря, название. А ты мне без систем, это не то, что я тебе рассказывал, это не Великобритания, это не Сайзерс, это не Global Market, это другая компания, где я с тобой сейчас здесь общаюсь. Там я торгую, здесь я с тобой просто общаюсь. Максим, а тебе не кажется, что слишком схема, ты же сам запутался. Смотри, есть понятие международное право. Я тебе назвал, смотри, два брокера. Один хороший, другой нехороший. В одном хорошем я работаю, торгую, а в другом нехорошем я с тобой общаюсь. Все очень просто. Так ты сейчас находишься на Кипре или где? Да, я нахожусь на Кипре, в Лимассоле, да. А в Великобритании что находится? В Великобритании никто не находится в Великобритании. Дают возможность просто торговать там, где я торгую. А я вообще нахожусь не в Великобритании. В Великобритании ко мне никак не относятся, кроме там, где торгуют. Ты спросил по поводу брокера, который там есть на Кипре. Я тебе ответил, что есть брокер на Кипре, с которым можно торговать, но ты там не будешь торговать, потому что ты не имеешь права выходить. Хорошо. Если у тебя даже есть какой-то паспорт, допустим. В Чехии есть? Нет, в Чехии с Кипром не будет работать. У тебя денег не хватит. А почему ты позвонил тогда мне? Ты же видишь номер твоих чехий. Я позвонил по твоей заявке не по тому брокеру, а по другому брокеру. А по какому? Смотри, по ABS System я тебе позвонил. Который в Великобритании, да? Нет, не которая в Великобритании. В Великобритании я к тебе другого брокера относил. Там, где можно нормально торговать. Ты просто приплел своего брокера, и сейчас я реально не могу понять. Соединил одного брокера на второй. Я не могу понять, грешное с праведным. Давай так, своего брокера ты давай не будем вспоминать, потому что он просто путается. То есть ты звонишь, ты как аккаунт-менеджер. Мне не важно, кто ты, дилер, брокер и вообще что там. Ты позвонил мне предложить какие-то услуги. Вот. От лица какой-то компании. Компания где находится? То есть куда я зарегистрировался, где эта компания? Алло, Максим. Лимит закончился или что? Алло, алло. Алло. Алло, алло, Максим. Максим. Слышишь? Да, слышу, слышу. Что-то со связью. Да. Смотри, ты услышал мой вопрос? Нет. Смотри, давай забудем брокера, который ты там второй, с которым ты работаешь. Ты мне позвонил как от лица компании. Как аккаунт-менеджер. Ты хотел предложить какие-то услуги, правильно? Ага. Максим, это ты? Потому что голос вообще другой какой-то. Нет, это я. Ну вот, ты предложил мне свои услуги, правильно? Какая компания и где ты находишься в каком городе? Я нахожусь на Кипре в Лимассоне. Компания ABC. Да. То есть она зарегистрирована на Кипре, правильно? Она не зарегистрирована на Кипре. А где она зарегистрирована? Зарегистрирована в Российской Федерации. О! То есть, а это еще проще. То есть она зарегистрирована в Российской Федерации. И, соответственно, лицензия от Центробанка должна быть. Так как организации, которая существует... Да, но ее нет. Да, но ее нет. Ну, так значит, ты не брокер. Понимаешь? Ты не можешь... Я не брокер. Не брокерская компания, я имею в виду. Просто ты пойми, что... Не брокерская компания. Это оборот речи такой. Когда говорят брокер, вы как не банк, там, или еще... Ну, я говорю не как человек, потому что... Марина твоя... Я и не говорил, что я брокер. Ну, так... Я не могу быть брокером. Брокер этой компании. А... Так, ABC System, ты же сказал, что зарегистрирована в России. А ты зарегистрирована как в ТОК? В России. Так, и... А я нахожусь на Кипре, ты понял. А я нахожусь на Кипре, да? Фух. Что-то все равно непонятно. Ты... Я нахожусь на Кипре, компания зарегистрирована в России. Все очень просто. Так, а зачем ты находишься на Кипре? Ты там осуществляешь деятельность? Потому что я сейчас звоню тебе по твоей заявке. Да, я осуществляю тут деятельность. И у тебя есть киперская лицензия, да? Киприотская. У меня есть лицензия по другому брокеру. При которых я могу... Блин, Максим, реально, мой... Не знаю, там, мой сын подумает, скажет, ну, дядя что-то гонит. Ну, реально. Ну, это не вяжется ничего. Ну, если ты, смотри, зарегистрирован в России. Да, потому что ты спешишь. Ты не пытаешься вдуматься. Зарегистрирована компания в России. Я тебе обещаю. Зарегистрирована компания в России. Стоп, на этом стоп. Зарегистрирована как что? Как юридическое лицо и вид деятельности. Никакой, скажи мне, пожалуйста. Никакой, неважно. Ну, как это неважно? Смотри, мне просто вот этот момент. Смотри, я тебе объясняю. И ты хочешь сказать, что ты не мошенник, что-то не скрываешь, да? То есть ты должен... Я мошенник, я не скрываю. А, ты не скрываешь. Фу, ладно. Базар анима, все. Нет, а почему? Ты что думал? Я все это время буду скрывать. Я тебе прямо аж говорил. Я уже прямо тебе сказал. Я с тобой буду прямо общаться. Все, все, я прямо тоже, да. Это и так далее. Да, я тебе сказал, все, ну, и что? Ну, то есть я, да, допустим, я мошенник. Хорошо, ты зарегистрирован в России непонятно как кто, да? Но находишься в Кипре. Да, непонятно как кто. В Кипре у тебя есть какая-то Кипра. По причине того, что у меня есть, да, киприводское разрешение на торговлю. На торговлю чего? На торговлю, как это чего? Ну, вид деятельности, да. Лицензия на что? Лицензию на деревообработку, не знаю, на металлообработку или там на какой-то там выход. На торговлю. На торговлю чего? Чего? На торговлю на финансовом рынке. На работу с ценными бумагами, да? Ценные бумаги, это только одно из направлений. Ну, это все вместе. Обычно, когда лицензия на осуществление брокерской деятельности и работа с ценными бумагами, это как бы общая. Ну, ладно, дальше. А при чем тут Россия и ты как зарегистрирован? Как физлицо или юрлицо или как, ну, кто ты? Я зарегистрирован? Да. Ну, твоя компания. Как я могу? А, моя компания? Да. Ну, ты говоришь, не важно. Ради садить? Ну, конечно, важно. Ну, так не важно. Если я собираюсь с тобой работать, я должен знать все, как говорится, какие у тебя трусики даже одеты. Ты же сам знаешь, что ты не собираешься работать. Мы с тобой откровенно говорили. Ну, мы сейчас откровенно. Ну, хорошо. Ты же сам знаешь, что ты не будешь работать. Допустим, я захотел... Или ты со мной неоткровенно общаешься. Я с тобой откровенно разговариваю. Ну, я хочу выяснить. Ну, тогда зачем ты говоришь, что ты будешь работать? Ну, хорошо. Ты сейчас меня осенило, и я, допустим, хочу поинтересоваться твоими услугами, сервисом, условиями, и, возможно, мне... Так, найди себе тогда другого брокера, нормального брокера найди себе. А ты не нормальный брокер, да? Я тебе ответил. Если ты хочешь найти нормального брокера, зайди себе на Investing.com, найди себе просто брокера. Блин, да там на Investing.com, там тоже, блин, шарашки-шарагина контора, U-Market, ты считаешь, это нормальный брокер, U-Market? Нет, бинарка обычно. А это вообще лохотрон, какая бинарка, вы что? Это вообще лохотрон, блин. Бинарные опционы для меня все лохотрон. Для меня бинарка любая все лохотрон. Если там ставки на повышение и понижение цены, а не арбитражная торговля, я сразу бы просто не торговал. Дружище, если у U-Market регулятор Troffer, то, блин, о чем можно говорить? Мне все равно, какой регулятор. Если я только буду знать, что мне нужно будет делать ставки на повышение и понижение цены с временем, я не буду там торговать. Да, ты не сможешь торговать, потому что они не торгуют. Это все просто мультипликация. Ты заходишь на сайт, скидываешь деньги на какой-то там счет, который якобы они там создают. Ну, нормальные брокерские компании, они открывают счеты, нужно заключать договор. Они создают автоматически при регистрации, такую чушь там бывает несут. Ну, у вас, наверное, тоже что-то наподобие, да? У вас тоже автоматом счет? А, ну, блин, тогда о чем говорить. Ну, блин, да. Что еще? Какие там у вас еще схемы развода там? Ну, как ведутся люди? Много вообще делают вклады на вашу компанию? Миллионы. Миллионы? А в курсе, что, ну, блин, ну, это же нелегальная вообще движуха. Скоро ж вас за жопу возьмешь. Конечно, в курсе. Возьмут за жопу. Сказать, а вы с украинцами работаете? Нет. Нет. А почему? А почему вы не противы с украинцами? Ну, я что, мне с хохлами сидеть, а будет? Да, ну, потому что ты сам хохол и сидишь в Украине, и тебя киберполиция вжучит нормально. Ну, что ты рассказываешь, кипрский парень, блядь? Я что, не знаю эти схемы, я сам в органах работал, дружище. Я понимаю, только я не сижу в Украине. Да, ну, блин, можешь клясться, ну, почему с украинцами не работаешь? Я не клянусь, я просто тебе прямо говорю, я не сижу в Украине. Ну, хорошо, ты на Кипре, да? Я тебя... Ты на Кипре, да, сидишь? Да, ну, блин, никто не поверит, что на Кипре... Понятно, что тебе похеру, что ты можешь не верить, не верить, но все прекрасно знают. Почему мне похеру? Я тебе объяснил. Ну, как ты можешь это доказать? Ну, чтобы не быть пиздоболом, ну, просто подтвердить свои слова. Вот я же тебе говорю, скинь мне местоположение на мой телеграм. Ну, никак, ну, потому что ты пиздобол, ну, понимаешь, ну, не обижайся. Ну, я просто по-пацански говорю, что, ну, это просто выглядит так, понимаешь? Почему с Украиной не работают? Потому что... Офис, офис, я тебе не могу сказать, но я тебе ответил, найди просто-напросто там... В смысле, ты не можешь сказать, что это какая-то секретная организация, что я не должен знать даже физический адрес? Ну, я же тебе не буду называть своего брокера, с которым я там торгую, к примеру. Я тебе могу назвать компанию нашу, которая находится вообще в другом месте. Ну, в России, да, которая зарегистрирована никак? Ну, вот, да, поэтому, ты же знаешь, у меня тоже есть определенные правила, при которых я не могу называть своего брокера. Я нормально торгую, так и... Вот чушь, это, блин, в данном случае то, что ты сейчас пытаешься мне дальше говорить. То есть, мы договорились с тобой прямо, я с тобой прямо общаюсь. Я тебе сказал, что компания зарегистрирована в России, и я нахожусь на Кипре. Я тебе прямо это говорю. То, что, допустим, ты мне говоришь о том, что, пример, по поводу компании Лохотрон, ну, пусть будет Лохотрон, да. Допустим, это Лохотрон, да. Но я тебе что-то скрываю еще? Нет. То есть, то, что я нахожусь здесь, ты что считаешь? Что Кипр, это какая-то там классный остров? Нет, не классный. Это очень дорогое место жительства? Нет, нет, нет. Что тут стоит? Я проживаю, у меня 60 евро уходит только на 2 недели пропитания. Ну, я знаю, я... 500 евро стоит машина, чтобы арендовать. И что мне теперь? Сузуки арендовать? При этом машина тут стоит 2500 евро. Мне их хватит купить, та, которая эта тачка будет у тебя стоить под 13 тысяч евро. Хорошо, Максим. Теперь послушай меня. Я просто смотри, я живу в Чехии. У меня есть постоянное место жительства. То есть, перманент резидент. То есть, ПМЖ. Я тут больше пяти лет прожил. Повезло тебе. Вот. Да что повезло. Тут просто... Вот я тебе рассказываю, как получить такое ПМЖ. Ну, в любой стране. В Польше, в Чехии, в Словакии. Ну, подожди, не перебивай. Даже в той же Америке и Канаде, если у тебя есть рабочая виза... Ну, давай, Америку и Канаду не будем. Там еще жестче правила. Вот, допустим, Кипр. Смотри, любая страна, любая страна, когда принимает иностранцев по рабочей визе, она предоставляет... Вот в Чехии есть уряд прасти и полиция, цюрзинская полиция, ну, то есть иностранная по иностранцу. Вот. Ты не можешь приехать, работать, кем ты захочешь. Директором завода, даже если ты супер-фупер специалист, у тебя этот самый... Они есть на уряде прасти, есть список профессий, которые могут предоставлять, чтобы это было законно. А в эти списки профессий, то есть, входит, должны быть, так сказать, требования, что на том предприятии есть какой-то переводчик. Ну, требования подходить. И плюс, помимо того, очень важный момент, что с этого предприятия, по-моему, или 40, или сколько-то процентов чехов, ну, граждане той страны, отказались от этой работы и стали на биржу труда. Вот. И тогда эта работа уходит на биржу, на уряд прасти. То есть, чтобы ты получил ПМЖ или рабочую визу. Ну, рабочую визу-то такое. Ты должен проработать на тех организациях, которые тебе предоставляет государство, а не брокерские компании и вот эти всякие. Ну, ты мне... Вот, ладно, там, знаешь, ты рассказывал бы какому-то чуваку, который не прошел медные трубы и огонь. Нет, нет, нет. Я же не иду работать официально. Я же не иду работать официально. Брокер может предоставить абсолютно любому гражданину. Не может предоставить. В первую деятельность. Может. Ну, кому ты, ну, если ты мне предложил бы строительный бизнес где-то там открывать, или пойти мне на официальную работу, готовность речь. Это одно. Да, я должен был все это выполнить. А на это, в данном случае, мне не надо рассказывать. Ну, сколько ты живешь? Ты сказал, что ты живешь два года. То есть, у тебя не рабочая виза. Да, два года я живу. У тебя уже есть карточка. Я продлеваю, в данном случае, свою рабочую визу. Каждые полгода мне приходится продлевать здесь рабочую визу. Да ты не можешь, ты не можешь продлевать, ты должен вернуться, потому что... Я тебе открою большой секрет тогда. Я уже продлеваю ее каждые полгода. Да ну, блин. Ну, что ты мне будешь рассказывать и говорить о том, что это не так. Я просто в этой каше варю тебя, понимаешь? Ну, значит, плохо варишься. Значит, ты, оказывается, жизнь не пронюхал. Да потому что я знаю, как я живу. Да, да, да. И говорить мне о том, что я не так живу. Ну, скинь мне, пожалуйста, на Телеграм место в свое положение. Ну, это, блин, пиздеж. Ну, понимаешь, Мак. Ну, кого зайти? Куда зайти? Куда зайти? Прописать АБС-систем или кипрская какая-то? Ну, что? АБС-систем здесь не числится на Кипре. Я тебе пятый раз... Я понял, он в Москве, да, в России, да. Да? Он не будет вычислиться. Я понял. Ну, просто то, что ты рассказываешь. Подожди. Люди, которые тут находятся на этом Кипре, половину, вообще, половина людей здесь живут и работают. И никакие вот такие вот всякие, то, что ты мне сказал, рабочие визы, вот эти вот все вот эти, должен кто-то там прожить. Никто тут не живет. Смотри. Все эти законы, оказывается, ты все это время, значит, не знал. У меня три соседа живут здесь, продлевают рабочие визы каждые полгода и при этом работают обычными просто-напросто газонострелками. Это я поверю. Газоны не работают. Это называется работать под черным флагом. Это нелегально все. И украины, и украины, каждый третий киприот тут банкрот вообще считается. При этом сидит здесь, в данном случае, и нет денег. Но, Мак, слушай, ну, официально на брокерскую компанию ты не сможешь работать, потому что киприлоиды вот эти, они... Работать? Нет. Работать? Нет. А вот заниматься трейдингом можно. Так ты работаешь, работаешь, ты звонишь, ты представляешь ту компанию. Ты же только что сам сказал, а ты говоришь, торгуешь. Ты торгуешь? Я же тебя... Нет. Ну, блин, или ты заходил, или, ну, блин, дружище. Да потому что ты перебиваешь, дружище. И в данном случае я... Компания, зарегистрирована в России. Я нахожусь здесь, в данном случае. Я работаю в трейдинге в другой компании. Работаю, как, как говорится, как менеджер нелегально. Ну, так и хорошо. А как трейдер легально, а как трейдер легально. И именно это право полно права. У меня две сверодеятельности здесь. Легально и нелегально. Все очень просто. Я с тобой общаюсь по нелегалу. Работаю легально, только в другом месте. Хорошо. С какой ты квартиры звонишь мне? Ну, не квартира, а дом, скорее всего. Ну, офис, да? Ну, то есть это не офис даже, а ты просто звонишь с какой-то квартиры. Нет, я у меня есть дома, а я нахожусь в офисе. Тебе назвать, где я живу или где у меня? Нет, не надо, где ты живешь. Ты звонишь мне с офиса, да? Совершенно верно. Ну, то есть ты там работаешь официально? Да, работаю. Ну, там, соответственно... Но неофициально. Но неофициально. Ну, ладно тогда. Неофициально, ну, ладно. Я тебе пять раз сказал, неофициально работа, вот это неофициально. Ты это слышал пять раз. Но при этом один и тот же... Мне, по сути, какой-то вопрос... Ты не говорил, что неофициально работа. Я тебе говорил, что работаю здесь, там, откуда я звоню, неофициально. А там работаю официально. А в Москве, в России, да, работаешь официально? В России... Я вообще никак к России не отношусь. Там компания зарегистрирована, здесь работаю. Но, по-моему, все очень просто. Ну, ты... Или нет? Или не просто? Ну, совсем не просто. Смотри. Ты работаешь неофициально на этой компании, да? Ну, а где официально работаешь? Официально работаю я с другой компанией, трейдингом занимаюсь. Но ты... Мне дали возможность... О которой ты не будешь говорить, да? Ты не говоришь о ней. О которой я не буду говорить. Во-первых, потому что смысл говорить или ее пиарить, потому что ты по деньгам не потащишь там. У тебя нет столько денег, не накопил пока. Ну, а сколько там надо денег? Потому что все люди, которые... Ну, потому что все люди, которые сюда приходят, не с этими деньгами. То есть у тебя денег так хватает, да? Ты туда попал. То есть у тебя... Ты миллиардер, да? Ну, как бы, да. Да, хватает. Да? Так а что ты обычно звонишь в звонилке? Если бы тебе были там миллионы, то ты положил бы болт на эту звонящую... Потому что это ты... Это ты со мной общаешься, да? Да. По своей заявке. А другие люди есть, которые интересуются. И вкладывают миллионы, миллиарды. У которых они есть. Да я сомневаюсь. Это сейчас... Этот бизнес, ваша лохотронская херня, ну, она уже настолько... Ну что? А что? А скажи, ну, а ты чем лучше? Скажи, чем лучше? Пронюханная таким головой. Скажи сам, вот что ты делаешь полезного? Ну, я, по крайней мере, не объявлю людей. Ну, я делаю... Ну, а что ты делаешь тогда? Что ты делаешь для людей? Что ты делаешь для людей? Ну, блин, что я сделал для людей? Для людей ничего. Ничего. Для себя очень много хорошего сделал. Тогда вот... Тогда говорить о том, что... Ну, вот о чем. Что-то там кто-то людей обзванивает. Ты сам для людей ничего не сделал хорошего. И при этом говоришь о том, что я сделал для себя. Это эгоизм называется. То есть, по факту, ты проявляешь эгоизм, при котором ты живешь чисто для себя, но никому за это время не помог. Так, подожди. Подожди. Да. А ты что, какой-то филантроп или что? А ты филантроп? У нас есть много людей-филантропов, которые живут как альтруисты ради других людей, чтобы получали удовольствие. Каждый живет свою жизнь. Есть люди, которые помогают людям. И если ты хочешь сказать, что нет таких людей, это не мои проблемы. Ну, их очень мало, я так скажу. Какой мало? Врачи. Мало? Так, подожди. Это профиль. Это мало? Ну, хорошо. Это люди. Я в полиции работал. Хорошо. Я в полиции, дорогой мой, это люди. Я в полиции работал, допустим. Я помогал людям, значит, получается. Я многим людям помог спожить. Ну, скажем так. Я это не считаю. Моя полиция, конечно, там это только взятка, остановка и ничего больше. Ваша полиция, это полный лохотрон и счеток. Где там? Это твоя полиция, это полный лохотрон. Вот твоя вся полиция, это полный лохотрон. Я знаю нормальную полицию, которая хотя бы есть. Здесь хотя бы. Вот это нормальная полиция. А где там, где моя полиция? Здесь хотя бы есть нормальная полиция. Ты сказал... Ну, где ты проживаешь? В Чехии проживаешь или где? Ну, проживаю в Чехии, да. Ну, вот. Ну, и там плохая полиция? Нормальная полиция? А что? Нормальная полиция? А в Кип... Ты не работаешь в полиции? Или ты работаешь в полиции? Ты работал в полиции, я сказал. Я работал. А почему ушел? Ну, это уже отдельная история, понимаешь? Ну, а почему я ушел? Почему я учился, закончил школу? Плохо закончилось? Нет, нормально. Плохо закончилось? Если бы я плохо закончил, я бы не разговаривал за решеткой. Если бы ты хорошо закончил, то дальше по краю на морозу пошел. Нет, а может... Тогда не получилось. Подожди, а может появились какие-то другие перспективы лучше, чем полиция? Не могут быть такие перспективы, я уверен в том, что... Да, ну, полиция это опасно для жизни, понимаешь? Это очень рискованная работа. Многие уходят. Какой опасно? Кто там опасен для жизни? Там... Кого вы задерживаете? Ты работал в полиции? Ты в полиции работал, скажи. Я видел, как вам же задерживают. Ну, ты видел. А вот когда ты... Это вот идеальная работа для людей. Ну, если ты когда споймаешь бомжа за руку, то, да, мы с тобой поговорим. А ты еще этого не держал? То есть ты не можешь судить о полиции полностью, что она плохая там, или не опасная, или еще что... Я могу судить только потому, что я всегда слышу и вижу. А то, что полицию убивают там, ну, то есть людей... А никого там не убивают. Ну, ладно, ну, ты же работник полиции, то есть эксперт там, брокер Кипра. Ну, что с тобой спорить Поэтому это полный бред О том, что там кого-то убивают Там сидят с палочками, сидят документации Сидят как бы взятку взят и ничего больше Там все лохотрончики сидят и щитки Ну хорошо, да Ты судишь по себе Просто сидят на государстве на шее Ну ты судишь по себе Я что в полиции работаю Я что в полиции работаю Ну я понимаю, что тебя задело Что ты работал в полиции Я давно уже там не работаю Ты сразу перевел тему на меня Потому что ты тебе тему сразу на меня перевел Я это понимаю Ты просто строишь из себя эксперта Знатока полиции И при этом не работал Понимаешь? Вот это мне забивает А что у людей? Ты точно так не буду согласен Да спроси любого Все согласны о том, что вся полиция Это лохотрон спустой Ну понимаешь, это общее мнение серого масла Это можно в интернете бить Посмотреть на то, как люди говорят Люди о вас говорят О тебе говорят О твоей своей деятельности Вот это вот Да ты не укусишь Ты не укусишь меня Я в полиции уже давно не работаю У меня уже все раны зажили Если не работал, значит ты точно что-то сделал Это 100% А что я сделал? Ну ты же не поймал меня за руку Скорее всего Я не знаю А таких как ты Я ловил И я не плакал Никогда не ловил Бомжей может быть, да Ну как минимум Утешай себя Утешай себя Да если я не утешаю Я тебе прямо говорю Давай мы посмотрим в интернете Что люди говорят о полиции Полиция Да А ну давай 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 Что вообще может быть Информация Ну да Даже можно отзывы посмотреть про вас Да Давай Пошел как бы этап сочинения Сколько людей тут просто-напросто забрали Просто направ Да Дизлайки Посчитай Сколько вот таких вот подонков Вот так вот Которые сидят Не действуют А когда тебя Жирных таких людей Вот скажи Какой у тебя вес? 90 килограмм 90 килограмм Да Как говорится Маман есть у тебя, правильно? Нету У меня рост У меня рост метр восемьдесят Мамана точно нету Откуда у меня там Маман? Обычно Я смотрю У вас в Чехии одни нелегалы Ну вот Это единственное Кого вы можете ловить Так я уже не работаю там А Ну вот Я смотрю Одного избили Не повлияли Дисодействие не сделали Оштрафовали Одно один Тот же не говорит А чем вы занимаетесь На полиции? Вы же там сидите Только Ну ерунду Да Мы сидим Да Бумбашки перевел А зачем нам? Как там Бобосы Жезл крутится Лаве мутится 34 минуты У меня уже сейчас закончится Ну так ты же получаешь Зачем я тебе помогу заработать Даже Да у меня Оно само оборвется Через 2 минуты А блин А ты мне перезвонишь? Или нет? Мы же Тема не раскрыта Алло 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 Да Через 2 минуты Связь оборвется Ну а ты мне перезвонишь потом? Нет я не могу У меня другие клиенты Прости Блин Ну ладно Что тебе Ладно тогда Макс Что тебе пожелаю? Не знаю Удачи Уже удачи желать не буду Ну Почему? Жалко? Не Не жалко Я желаю тебе получить То что ты заслужишь Вот и все Ну такими знаешь Метафора такая Ну то есть Послушай Я в тебе Я в всяком случае С негативом не отношусь Я тебе не собирался Желать плохого А ты мне не желаешь Плохого Ну ладно Это взаимно Я желаю Справедливость То же самое То что заслужишь Это Твоя заслуженность Это Быть нищим человеком Который ты есть О Отлично Да Давай Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому